Привет всем, всем огромный, 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 огромный привет со студии Splash. Splash снова на связи. Как и обещали, в 20.30 на том же месте, в это же время у меня индивидуальное занятие. Я ждала его с таким нетерпением, потому что сегодня особенная встреча у меня с Марией. Марина Федоглок, режиссер, театр-студия Splash, актриса, мамочка, потому что Марина сейчас находится в декретном отпуске. И я очень хотела попасть к ней на индивидуальное занятие по одной простой причине. Карантин. Дети не ходят в школу и садик. Они находятся все время дома. Учитывая, что я работаю, Мариша, много работаю, не хочется еще заняться каким-то саморазвитием, где-то заняться собой. И мне абсолютно не хватает ресурса, чтобы уделять время еще детям, при этом не раздражаться на ней, при этом быть с ними в дружеских отношениях. Потому что очень сложно оказалось это испытание карантином с маленькими детьми дома. Я думаю, что, ребята, вот поставьте прям плюсики, кому это важная тема. Кто тоже считает, что важны эти ресурсы, какие-то интересные моменты, каким же образом справляться. Меня поражает, Марин, ты молодая мама, я знаю, что ты проводишь индивидуальные уроки по скайпу. Ты работаешь, и дома куча каких-то забот, и маленький ребенок. Кстати, сколько у тебя, малыш? Моей год и почти три месяца. О, да. Как ты умудряешься? Во-первых, я очень рада тебя видеть, потому что действительно перерыв в год и три месяца чувствуется. Хочется, вот прям хочется уже вернуться в эту активную жизнь. Как удается. Но, во-первых, я очень рада. Я очень рада, что я уже мама целый год. И три месяца. Это, вот я точно помню, когда я только стала мамой, мое первое было ощущение эйфории. Эйфория. Это бешен взгляд энергии, и вот думаешь, что ты все можешь, что нет ничего невозможного. И вот прошел год и три месяца, и я думаю, точно так же. Боже, как это круто. Нет ничего невозможного, что невероятное... Нет, да, я просто возьму, чтобы я увидела. Да, мне заметно, кстати, да. Привет-привет, ребят, привет всем. Привет-привет. Что невероятное количество энергии. И я не скажу, что у меня было моментов, где я действительно охуставала. Что я думала, что у меня не хватит сил. У меня были такие моменты. Но благодаря... Нет, и привет. Спасибо, Марина, я хотела бы интересного исправить. Прекрасно. И при этом, благодаря техникам, которые Степонию буду давать на мастер-классе, я смогла бы ощущение эйфории. И ощущение, что я могу абсолютно все, как мама, как женщина, как жена, я его поддержала. Слушай, это очень круто. Я считаю, что это такой очень важный результат. Это очень здорово. Я думаю, что все, кто соприкасается с этой темой... Но мне это очень близко. Я мама, и мне хочется действительно быть хорошей мамой для своих детей. И при этом я хочу реализовываться в профессиональном плане. И при этом хочется находить время для себя и развиваться дальше. Как это все успеть, это абсолютно разные роли наши. И как не попасть вот в такой капкан, когда я вижу, общаюсь с мамами, которые с маленькими детьми, они действительно на нервах, они немножечко там звенчаны, они жалуются... Ну, основной запрос какой? Они жалуются, что абсолютно нет времени на себя. Абсолютно нет времени, потому что маленькие дети не требуют нас 24 на 7. Кроме того момента, когда они сладко спят, как Аблик, да? Да. Как найти вот этот момент, когда я продолжаю быть счастливой мамой, ресурсной мамой, когда мне все в радость? Вот смотри, такой момент есть, что вот эта вот многозадачность, то, что нет стабильного графика, недосып, ты постоянно чем-то занимаешься для ребенка, это вот такой багаж, который действительно звенчивает родителей. И не только мамы, но еще и молодые отцы это чувствуют. Вот даже прицените, пожалуйста. Так, поставьте плюсики. Кстати, очень рада видеть, кого вижу уже не первый раз, и от эфира к эфиру, и вы продолжаете присоединяться. Это очень круто, мне нравится. Ребят, поставьте плюсик, как слышно, как видно, вы с нами или нет. Насколько вам тема сегодняшняя близка, интересна? Интересно. Потому что, если даже на данный момент у вас нет маленьких детей, возможно, это не задание. И те инструменты, те интересные какие-то открытия, этот опыт, который сейчас Марина, я надеюсь, поможет, и мне проработает какие-то упражнения, получит какие-то инструменты, он вам пригодится обязательно. Кстати, Марина, это можно только использовать конкретно с детьми, или вот это в принципе какая-то уникальная техника? Нет, я посмотрела, подумала, что у нас в принципе сейчас так устроен мир, что люди действительно сейчас всем много задачи. У них много задач ежедневно, каждую минуту, каждую секунду, плюс ко всему дедлайны, и вот это вот где-то смешно с материнством. И вот эти техники, которые я сегодня дам, они как раз помогают остановиться, вернуть себя в момент, успокоиться, и потом действовать на все сто. Ну, в принципе, мы говорим, потому что, ну, грубо, наверное, там, как раздражитель, да, или как объект, требующий к себе внимания, потому что там может быть что угодно. Мы в нашем контексте мы говорим о детях, потому что это мне наболело, так как это мое индивидуальное занятие. Я пришла за вопросом, Марина, помоги мне, как молодая мама, справляться с этой задачей на карантине, когда ребенок не ходит в садик, не находится со мной 24 на 7. А еще такой момент есть, что вот родитель устал, вот родитель реально устал, и он об этом говорит окружающим, окружающие в ответ могут говорить, что как? У тебя такое сокровище на руках, как ты можешь это говорить? Ну, вообще, в принципе, стыдно бывает говорить, но ты же испытываешь этот момент, это ты, как ты скажешь, я устал или устала. И вот мне кажется, что ты устала, от тебя окружающий в ответ, как ты так можешь говорить? В итоге к этой усталости еще плюсуются чувства вины, чувства стыда. И в итоге у родителей молодых, которые так устали, у них такой багажик на спине, и они с ним к багажникам идут. И к чему они идут? К эмоциональному выгоранию. Вот такая вот тема, эмоциональное выгорание, это действительно страшно, потому что потом, если родители не примут этот момент, что они реально эмоционально выгорели, то они в итоге могут просто возненавидеть этот весь процесс как родительство. Просто возненавидеть его. И сегодня я поговорю о упражнениях, которые являются помощниками. Ну это в основе актерское мастерство, актерское. Да, да, да. Это тот уникальный момент, когда мы имеем такую замечательную профессию, навык актерского мастерства, мы можем реализовывать абсолютно в любой сфере. И вот когда ты работая активно, знаешь, что и постановки у тебя, и ты преподавала, и это действительно такой активный образ жизни, и ты сейчас находишься в декрете, да, и ты действительно все используешь, какие-то там ждущички, ну, материнство, чтобы это было украсить свое материнство. Да, я, Илочка, я использую, и это круто, потому что я вот в основном моменте, что вот-вот, вот у меня предел, что вот сейчас у меня начнется вот эта вот эмоциональная выгорание. Ага. И как я словила, благодаря реально владением актерским мастерством. Класс. То есть я контролирую себя, я контролирую свои ощущения. Я словила, что вот я на пределе, и нет, я не хочу. Я не хочу вести дальше вот эту вот игру, и реально выгореть. Я этого не хочу, я это дело остановила, и с помощью этих упражнений. Круто. Сожрешь, не терпел. Но знаешь, вот я скажу для меня, что главное, все-таки, база. Я бы хотела напомнить всем родителям, и людям, которые в такой профессии, помогающей профессии, которые помогают людям, другим, которым сложно, что первое, что вы должны себе усвоить, это база. Что у меня понимать знать? Во-первых, признать проблему, что действительно я устала. Вот. Я устала остановиться, признать, что мы не можем быть идеальными, как бы этого не хотели. Потом, делегировать свои обязанности, как будто другому. А если нет такой возможности? Вот. Если нет такой возможности, мы сегодня как раз об этом поговорим. Если нет возможности делегировать. И третье, это, конечно же, уход о себе. Возможность поспать, поесть и погулять. Ну, это самое, на самом деле, проблемное. Я бы про себя говорю, да, когда это идет уже на остаточном каком-то принципе. В последнюю очередь, я думаю, о том, как мне поспать, отдохнуть, в итоге, что появляется. Усталость накапливается. Да. И будет все рывно. Да? Если там один день ненормально, это все терпела. Ты знаешь, что, когда он сидит, ребенок играет в кастрюле, стучит крышкой по кастрюле, первый день я нормально это слушала, музыка. На второй день я чувствую, что он мне как-то чуть-чуть уже напрягает этот звук. На третий день я готова просто просто реветь, выть, потому что это уже бьет по ушам. И вот эти упражнения я называю «Скорая помощь». Прекрасно. «Скорая помощь» Пастаниславского. Они помогали мне дожить до еды ближайшей, моей еды. Не ребенка еды, а моей еды ближайшей. Помогали мне дожить до моего сна ближайшего. То есть как-то продержать себя в ресурсе. И первое упражнение на сегодня. Давай, мне уже не терпится. Давайте делать. Я думаю, что да. Давайте я делаю. Вы, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, повторяйте вместе с нами. Я думаю, что это всем полезно. Не сидите, не смотрите. Делайте, пользуйтесь возможностью. Не ищите причины, не сделайте это сейчас. Ведите возможность сделать это прямо сейчас. Прямо сейчас. Поехали. Так, первое упражнение – это мы снимаем все телесные зажимы. Потому что, как известно, эмоции, они у нас накапливаются в мышцах и зажимают наши мышцы. Чтобы мы лучше себя чувствовали, лучше понимали, где мы сейчас находимся, как мы себя чувствуем, что нам сейчас необходимо. Нам нужно раскрепоститься. Нам нужно снять наши телесные зажимы. Значит, Ириночка, смотри. Лучше, конечно, стоя, мы будем делать сидя с вашего заварения. Да. Ирина, представляю, перед тобой целый багаж твоих негативных эмоций. Твоем раздражении. Вот он стоит здесь. Чемоданчик. Чемоданчик такой, да. Раздражение, негативные эмоции. Вот ты поднимаешь. Поднимай его. Поднимай. Сейчас я сначала определюсь размером моего чемодана. Окей. Хорошо. Поднимаешь. И стараешься забросить на самую-самую верхнюю полку. Прям максимально. Это очень тяжелый багаж. Это очень тяжелый. Ребята, он невероятно тяжелый. Мы забрасываем багаж на самую верхнюю полку. Хорошо. Держим. Он же свалится. Держим. Он свалится. Поэтому это все напряжение держим в теле. Держим максимально. Максимально держим. Вот прямо, чтобы напряглись у тебя кончики ушей. Кончик носа напряглись. Я сейчас буду считать. Ты держи. На счет раз у тебя расслабятся кисти. На счет два локти. На счет три ты упадешь пополам. Договорились? Угу. Пожалуйста, я делаю это поколежнее. Делаем все максимально аккуратно. Смотрим на свое состояние. Итак. Раз. Кисти расслаблены. Проверяем, чтобы действительно были расслаблены именно кисти, а все тело было напряжено. Два. Расслаблены только вот предплечья. Все тело должно оставаться напряжением при этом. Контролируем. Три. Все, все расслаблено шею. Шею все расслаблено. Голову расслаблено. Все, 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 все. Ну, поднимайся. Ну как? Говори. Говори. А, интересно, потому что есть какой-то момент облегчения однозначно. В теле я почувствовала облегчение 100%. И мне стало жарко. Вот смотрите, для меня это классная штука. Бывают такие дни, когда действительно я не могу заняться собой в плане физической разминки. А чувствую, что тело это не в противном. Просто. Ну, пожалуйста, мать, не побегай ты. Пресс покачай. А возможности нет. Нет бабушки под рукой, нет бабы под рукой. Не могу. Я просто иду, только не с кем. Ну, только что разве собака? Ну, это не очень хорошая мысль. И буквально 5 минут в багажной полке и все. Здорово. Ну, ты же еще делаешь интересную штуку, потому что это в какой-то степени такая вот эмоциональная память и горение. Потому что ты не просто, а вот у меня же есть упражнение. И мы все там, кто ходил на интенсив, знают. Напряжение и расслабление это и огонь, а лед, да, и спагетти, да, и камень. Это тоже об этом. И мой любимый кирпич, и прекрасный там насос, да. И вот мы делаем напряжение и обслабление. Да. Но здесь уникально это упражнение тем, что ты представляешь, что в этом чемодане сложены твои какие-то негативные эмоции, твоя усталость. Ты можешь сложить все, что вы хотите забросить на полку. Да, да, да. Это вот сейчас воздражается, вот сейчас я злюсь, вот сейчас я обижаюсь, вот сейчас там еще что-то со мной не так происходит. Сейчас я там, вот все, что хочется убрать, сложили аккуратненько чемоданчик, закрыли чемодан, да, и закинули на верхнюю полку. Это чисто в аддей, вот, работа с эмоциональной памятью, и корение. Это круто, потому что ты стабилизируешь, помимо физическое какое-то скрипощение, ты стабилизируешь свое внутреннее состояние, мне стало легче, да, потому что я положила там некие свои какие-то негативные истории, их не так много, вот, но тем не менее, да, и есть облегчение, это круто. Спасибо огромное, это мне очень понравилось. Круто. Друзья, если вы делали вместе с нами, пожалуйста, присоедините, как вам после этого упражнения. Пожалуйста, да, ребят, поставьте, давайте поставьте единичку все, кто с нами делал упражнения с багажом. Очень интересно посмотреть, у нас немножко кто-то в любом случае запознает, а мы ждем, давайте, кто с нами, чтобы мы понимали, что мы все тут активно на моем индивидуальном занятии работаем. Да, это у Вилочки индивидуально. Хорошо, просто смотри. Есть единички, спасибо огромное, рады, спасибо, отлично. Продолжаем дальше. Класс, смотрите, еще классная штука, вот спагетти-то. Да. Я обожаю спагетти, ребят, ну это просто чудо-упражнение. Значит, конец дня, включаешь музыку и делаешь спагетти. То есть напряжение камень, да? И расслабление спагетти. Нет, и просто колбасишься. Просто включаете музыку и просто колбаситесь, руки, ноги, шея, голова, но при этом, пожалуйста, осторожно, потому что у нас бывает, что шея разонесет и все, и боль в шее, боль в голове. А осторожно, сами себя контролируем, просто разбрасываем свои руки, разбрасываем свои ноги, чтобы просто из себя дали стресс дневной его выпустить наружу. Спасибо, Марина. На самом деле, я тебе скажу, я делаю, ну я не говорила о том, что это спагетти вот конкретно, что я делаю с ребенком, потому что чувствую, что из-за того, что у него тоже очень мало подвижности, он начинает носиться, бегать, ему некуда дать его энергию, он требует внимания, я делаю такие пятиминуточки тоже. Я включаю музыку достаточно громко и предлагаю ему потанцевать, и потанцевать именно безобразно. Это подрыгать ножками и ручками, это как угодно на самом деле себя проявляет. Я стою вместе с ним, и мы с ним прыгаем, скачаем ручки и ножки разбрасываем, ему очень нравится, он настолько получает удовольствие от таких моментов, он выбрасывает тоже, ну тут спресс такой немножко энергии, потому что он активно очень танцует, и я вместе с ним тоже снимаю в какой-то момент стресса, напряжения, ну круто, да, делаю. Давай еще что-то. Давайте, я хотела бы напомнить, точнее даже вот, нужно сказать первый раз, у нас сегодня девиз, что счастливая мама, вот первое, мне напомню, счастливая мама, счастливый ребенок. Спокойная мама, спокойный ребенок. Вот, мама, пожалуйста, всегда помните, что вы должны быть счастливы и спокойны, и вот эти вот упражнения, это залог, чтобы вы были счастливы и спокойны, когда вы счастливы и спокойны, ваш ребенок. Второе. Я его обожаю. Можно делать везде, даже в транспорте. Вот едете в метро на работу, пожалуйста, делайте. Я тоже сейчас на работу. Сидите вы дома. Представляете, как вы едете на метро и делаете. Я обожаю, что можно делать реально везде, в любое время. Называется дыхание по квадрату. Значит, берем любой квадратный предмет. Это может быть клубик детский. Ну, если вы мама, у вас такое однозначно есть. Это может быть телефон. Я только хотела сказать, это может быть экран вашего нового куба или это будет экран вашего телефона. Да. Если ничего нет, воображение вам в помощь. Рисуем просто квадрат или прямоугольник. Что вам хочется больше. Главное, чтобы были углы. Это очень важно. Смотрите, теперь мы смотрим на верхний левый угол. Поехали, я работаю. Давайте вместе с нами. Представьте себе или возьмите квадратный предмет, или представьте себе квадратный предмет. Можете смотреть прямо на экран трансляции. И вот, пожалуйста, четыре угла. Работаем. Делаем дыхание всегда на четыре счета. Смотрим верхний левый угол. Делаем вдох на четыре счета. Раз, два, три, четыре. При этом переходим взгляд на верхний правый угол. Задерживаем вдыхание на четыре счета. Раз, два, три, четыре. Потом опускаемся на нижний правый угол. Выдыхаем на четыре счета. Раз, два, три, четыре. И переводим взгляд в нижний левый угол. Говорим про себя. Расслабилась и улыбнулась. Расслабилась и улыбнулась. И так циклично делаем до тех пор, пока действительно вы не расслабитесь. Здорово. Слушай, это же действительно очень классное упражнение. Дыхание квадрата, оно очень круто помогает успокоиться. Успокоиться, вернуться в момент, потому что бывает так, что ты мечталась, где-то расслабилась, и не можешь опять в рабочее состояние войти. А ребенок ползает, он требует внимания, там розетка, провод, вилка, нож. А ты вот такая вот, вся сонная, не можешь собраться. Раз, и собралась. А смотри, а я вот делала точно так же, ну, это упражнение, я его делаю, но я не представляю квадрата. Не теряется ли эффективность? Потому что я просто дышу на 4 счета вдох, на 4 счета задержала, на 4 выдох. То есть вот я делала то же самое, но при этом я не визуализировала перед собой квадрат. Вот, хотел это рассказать, спасибо, что ты напомнила. Да, есть такие штуки, вот даже у кого есть часы, смарт-часы, там, если часы чувствуют, что у его носителя пульс зашкаливает, они предлагают подышать. И ты дышишь по этой технологии. При этом просто ты говоришь вдох, задержишься, выдох. Вот у моего мужа такие же часы. Он говорит, неэффективно, я не успокаиваюсь. В чем фишка? В углах. В эти углы, это ваша точка фиксации. Когда вы смотрите на определенную объект-точку, это вот чисто актерское мастерство. Когда вы смотрите на определенную объект-точку, вы сразу начинаете расслабляться, и все ваши огорчения, расслабления, они уходят. Интересно. Это вот чистая вода, актерское мастерство, когда актеры, мне уже три круга внимания, мы знаем, да? Да. Близкий, средний и дальний. Когда актер, ну, по разным причинам теряется на сцене. Улетает. Улетает, да. Да, ему нужно быстро собраться. Так вот, чтобы быстро собраться, он все собирает, все свое внимание сначала к себе, в свою объект-точку. То есть предмету, который максимально возле него. Ну, я, например, использую сердцебиение и дыхание. Это тоже правильно? Да, это разница. Да, да. То есть послушаю, как сердцебиение. А потом немножко расширяю, когда я уже объект вижу рядом, да, а потом уже возвращаюсь. Отлично, хорошо, Марина, интересно. Я теперь добавлю то, что обязательно фиксировать на углах, потому что до этого я использовала реально просто как дыхание. Да, это очень важно. И смотрите, я это упражнение обожаю. Вот у меня бывает такое, что у меня ребенок реально час на руках не спит. Вот мне нужно положить час на руках, не спит. Ну, правда, раздражение растет. Вот так вот подышала, поображаемый квадрат, представила, подышала, все. Раздражение ушло, я на ребенка не кричу ни в коем случае. Круто, спасибо. Ну, классная вещь, я вам очень рекомендую. То, что мне делать, пожалуйста, мне просто интересно. Я тебе обратно скажу, что вы используете дыхание по квадрату, или может быть какие-то у вас есть свои интересные предложения, то, что вы делаете для того, чтобы успокоиться. А можно ли в помещении находить точки концентрации? Если по углам, то да. Да. То есть это может быть картина, зеркало, портрет, я не знаю, там просто квадратный какой-то предмет, двери, у нее есть углы. Я так понимаю, что любой предмет, который имеет четыре угла, подходит для выполнения этого упражнения. Да, абсолютно любой. Может быть у вас там лампа, вот я сейчас посмотрела на наш потолок, что у нас квадратные лампы, да. Любой предмет, имеющий четыре угла. Спасибо за вопросы. Ребята, мы продолжаем. Я надеюсь, что вы это делаете все с нами. И пишите свои вопросы, свои комментарии. Я буду стараться периодически смотреть, чтобы не пропустить ни одного вашего вопросика. Мария, поехали. Так, поехали. Значит, смотрите. Вот мы сняли зажимы, мы с вами расслабились, дыхание успокоили. А теперь можно отключить мозг. Прекрасно. Где эта кнопка? Спустите, это кнопка, которая выключает. Я уже не первый раз покажу на индивидуальное, на котором мне режиссер говорит, и отключи мозг. И я начинаю переживать по этому поводу. А это безпоследствия? Это, как сказать, он должна включиться, если не выключить. Это абсолютно безпоследствия. Смотрите, классная техника, чтобы действительно себя перезапустить. Вот вы называете точка, это... То есть это перезагрузка? Перезагрузка, да. Окей, да. Это слишком много мыслей. То есть не отключается питание, просто нажмите кнопку «перезагрузить». Да, вот если у вас много мыслей, вы рассеянные, максимально рассеянные, вот эта кнопочка, она перезагрузка. Значит, просто занимайте удобное положение. Дожа. Я же сидя попробую, да? Да, попробую сидя. Хорошо. Вот мне так удобно. Да, хорошо. А теперь вот пять минут, ну, честно, будет, да? Ну, не удивляйся, да? Да, пять минут ни о чем не думай. Абсолютно ни о чем. Если... Зачем я бы это сказала, как только ты сказала, ни о чем не думать, я начинаю об этом думать. Об этом анекдоте «Не думай про белых обезьян». Да, да. А как же составить себя ни о чем не духать? Есть? Отсекать. Отсекать. Вот мысль заходит, сразу убирает. Внимание включает. Убирает. Если совсем тяжело ни о чем не думать, тогда... Зафиксируйтесь на каком-то предмете. Вот я хотела сказать, что у нас еще нужны какие-то техники, и я о себе знаю. Например, мне помогает история, когда я начинаю думать о том, что я думаю, и они начинают перестать думать. То есть как только мой объект внимания превращается в моя голова, то есть, а ну-ка, где вы там мысли, какие вы там мысли? Шик, и они разбегаются. Вот я замечала. Или там сфокусироваться просто на каком-то предмете и не думать о таком предмете, а просто на него смотреть. Я называю это пялями немножко. То есть, если я начинаю просто смотреть на предметы, я начинаю его изучать и думать. А если ты пянушься в предметы, что такое чувство, что ты вмыкнул, какое-то состояние вмыкнуло, мне помогает заглушить немножко вот это внутри голова. Ну классная штука. Я лично просто сажусь, не о чем не думаю. Если, ну, я контролирую, залазит какая-то мысль, шкрепется, я сразу раз отсекаю. Ты знаешь, я иногда просто не замечаю, но там уже живет полчаса, я только по ненужного пришла. А вот нужно замечать сразу. А это, пожалуйста, внимание, тренируем на последний курс. Да. Да, хорошо, прикольно. Потом можно увеличивать с 5 минут до 10 минут. Это реально перезапускает мозг ваш. Очень просто. Просто сделать паузу. Да, пауза, да. Сделайте паузу. Я люблю такую еще штуку. Я выхожу на байкон, снимаю с себя полностью ответственность за время. Я включаю себе таймер на 5 минут. Ну, чтобы ты не думала об этом. Ты не думала, да, об этом. Закрываю глаза и вот, ни о чем не думаю. Ни о чем не думаю, отсекаю все мысли, не думаю о времени. Мне потом жужжат часики. Ты отключаешься? Я отключаюсь, работаю и абсолютно новая. А вы знаете, а я сделала интересную штуку, поделюсь с вами. А мне вообще подходит, да, вот такой обмен пошел, все время мы встретились. Очень часто бывает был период, когда ребенок был очень маленький и действительно очень мало спал, или не усыпалось дико, потому что было по 2 часа, иногда меньше. А из-за того, что ребенок был беспокоен. И ты понимаешь, что ты целый день находишься с ребенком, где нет возможности поспать. Но я находила ровно 5 минут. 5 минут можно найти. 5 минут ребенок все равно в нем спит или что-то там, где-то там играется в момент, да, и он может полежать сам в кроватке. Ребенок спит. И, ну, что ты делаешь? И что я делаю? 5 минут. Ну, для меня это было важно, лечь конкретно на пол, для того, чтобы поверхность была очень твердая. Не на кровати, не на диван, но если там достаточно твердая поверхность, можно. Важно, лечь на спину, вот прямо на спину, выпрямить полностью ноги, выпрямить руки, вытянуться и лежать на спине. Руки, как вам удобно, можете вдоль тела их сложить, можете, если удобно, там, как им удобно, там, скрестить, ну, как вам удобно. Но важно, чтобы было очень комфортно, я вот вытягиваю все тело, закрываю глаза, точно так же, как ты говоришь, чтобы не думать о времени, я включаю таймер на 5 минут и лежу с закрытыми глазами, я называю это поза мертвого человека. Поза мертвого человека, ты ложишься на спину, на полу, закрываешь глаза и 5 минуточек лежишь с закрытыми глазами. Действительно, есть ощущение, что ты куда-то провалился, мысли улетают, ты вообще ничего не думаешь. И я вам точно говорю, в этот период я благодарна этой технике, потому что у меня за 5, ну, там, 10 минут иногда делал, было ощущение, что я выспалась как ночью. То есть это такое обновление было всего организма и мозга, в том числе и моих ресурсов, мне 5-10 минут, самое важное, ни в коем случае, это не делается на боку. Это не делается, я полежу просто на диванчике, да, потихонечку либо полежу и сейчас встану. Как только ты вернулся на табачок или как-то комфортно развалился на диване, то, как правило, ты либо уснешь, либо действительно провалишься и ты станешь еще более подавленный, нежели до. Да, да. Вот эта позиция, когда ты лежишь в позиции, вот именно вытянулся на спине, спокойно закрыл глаза и полежал 5 минут, действительно, вас обновляет ресурс. Мне очень помогала, поэтому пользуйтесь, пробуйте, пишите свои отзывы, комментарии по поводу, да, насколько это работает в вашей жизни. Хорошо, классно. Теперь я еще попробую позицию ни о чем не думать, как это, я еще придумаю метелку, кстати, это тоже актерское уношение. Да, уношение, да. Я это, кстати, использую, знаешь, с метлой прям она забегает и ших ее. Я так и делала. Или, а если совсем злая, то попориком раз я привезла. Хорошо, отлично. Так, хорошо, это вот три лайфхака уже. Да. В принципе, которые минимум времени, но максимально пользы. Круто. Да, четвертый лайфхак называется техника альфа. Я ее обожаю. Ну, звучит уже прикольно. Техника альфа. Ну, сейчас это, блядь, альфа-мама. А так, может быть, альфа по отношению к кому угодно. Классная техника для того, чтобы почувствовать себя значимым. А это же очень важно. Да, почувствовать свою силу внутреннюю, когда ты понимаешь, что ты свою ответственность за свою жизнь, да, ты понимаешь, что ты понимаешь, что ты понимаешь, что ты так вот мне, да. Свою ответственность за свою же жизнь ты начинаешь перекладывать до обстоятельства, на ребенка, опять же, на все вокруг. Вот эта техника, она тебя раз и возвращает, что сила вся в тебе. Круто. Все, все начинается всегда с тебя, определенно. Также, вот, используйте, когда прямые эфиры надо вам вести, с коллегами поговорить, да даже с соседом поговорить, если нужно. И вы хотите какую-то мысль донести соседу вашему. Вот эта техника поможет, он просто включится. Давай, давайте. Пойдем. Во-первых, заметьте любое удобное положение. Это может быть сидя, стоя, лежа. Главное, чтобы вы были устойчивы. Вот основной фактор. Устойчиво. Сейчас нормально. Ты устойчиво себя ощущаешь? Да. Устойчиво. Все, вот, устойчиво себя ощущать. Это хорошо. Закрывай глаза. Раскинь руки. Для чего это? Чтобы она себя уже изначально почувствовала больше на физическом уровне. Она уже на физическом уровне стала больше. Теперь делай глубокий вдох. И медленный, медленный выдох. Включая наше воображение и веру. Делаем глубокий вдох. И представляем, что мы расширяемся. В прямом смысле слова. Расширяемся до размера этой комнаты. Потом снова вдох-выдох. Расширяемся до размера квартиры. Если вы в квартире, если дом, то до размера дома. Если сказать, что до размера циклоряши расширяемся. Мы прям видим, что мы становимся больше. Что мы становимся шире. Мы занимаем все пространство. Дальше. Вдох-выдох. Расширяемся до размера улицы, на которой мы находимся. Вдох-выдох. Расширяемся до размера района. Прямо видим все вокруг. Вот мы реально занимаем целый район. Вдох-выдох. Расширяемся до размера города, в котором мы находимся. Вдох-выдох. Расширяемся до размера страны. Дальше. Расширяемся до размера континента, на котором мы находимся. Расширяемся до размера космоса. Расширяемся до размера космоса. А ты целый космос. Открываем глаза. Вот. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас ощущаешь? Что ощущаешь? Расширяемся. что еще вот за куда монолитность что ты сейчас все можешь вот это чувство зафиксируем как зафиксировать с помощью какого-то жеста вот любой жест такой или поглаживание головы любой же вот физически делаешь любой за это и вот за это и друзья мои упражнение систематически каждый день когда вам реально необходимо не забывай в конце якорить какие-то жестом любым жестом опять же потому что поглаживание что вам удобно или вот такие вот штуки или вот щелчок и потом когда вам будет необходимо почувствовать свою значимость почувствовать свою силу нам не нужно будет это все проделывать опять сначала просто жесть очень интересно это знаешь хочу поделиться ребята дела с нами пожалуйста тоже поделитесь очень прошу будьте активны пишите комментарии какие интересные у вас инсайты может какие-то есть ты знаешь вот момент когда я себя увеличивала в размерах заполняя все пространство это очень интересно я об этом подумаю что у меня пришел образ сплэша потому что вот это было внутреннее ощущение как мы покоряем и завоевываем как-то начиная с очень маленького потом все больше и больше до штаба киева и украины а теперь мы вышли на международный уровень у нас сейчас есть ученики онлайн которые занимаются с нами с германией сейчас будут заниматься с нами с казахстана есть если не ошибаюсь кто-то с францией и в общем очень много различных точек и уголков не только нашей страны это очень здорово и у меня прям вот это мой ягод еще эмоциональный потому что когда я делала это упражнение я прям представляла как мы может овидом все это очень здорово это очень круто это блин это так прикольно спасибо Мариша мне знакома эта техника я ее тоже использую у меня была техника в лифте придумала я тоже в виде игры когда едешь в лифте у меня просто так получился был период когда я работала на 25 этажа и как бы долговато поднимаешься на 25 этаж на лифте и я играла в эту игру в общем у них большой там очень много сотрудников это офисное большое здание и люди едут и мне нравится создать эту игру ты спешишь в лифте и сначала я могу себе представлять очень маленькой то есть я себя специально через дыхание тоже уменьшала размеры до такой степени что я говорю маленькая-маленькая ты по ощущениям понимаешь насколько гиганты вокруг где-то ловишь себя вот эта неуверенность какая-то и страх появляется и в общем как-то не прикольно ты чувствуешь себя таким маленьким да а потом точно так же на дыхании я увеличивала себя до невероятных размеров становится больше чем все эти люди вместе сзади в этом лифте и я прям ощущала какая большая смотрю на них сверху вниз это придает реально уверенность когда тебе нужно я готовилась на переговоры на какие-то важные встречи я действительно через дыхание увеличила себя в воображаемых воображаемых моих размерах я не доходила до вселенной мне это интересно за это большое спасибо потому что я как-то ограничила все-таки позицию я просто выше я больше я и на этом все кстати в публичных выступлениях мне это очень помогало да да я подращивала свои размеры для того чтобы не переживать перед значимой для меня аудиторией то есть увеличивая себя я немножечко снижала потенциал значимость аудитории для того чтобы не было страха о публичном выступлении хорошо здорово а пока нет не вижу а есть после упражнения хочется заняться активной деятельностью даже в пределах квартиры круто спасибо за обратную связь есть вот момент какой-то вот наполненности когда ты делаешь это факт меня немножко подрасслабило у меня вот эта уверенность знаешь такая вот когда прям уже нет успешки потому что маленькие суетятся большие двигаются медленно с уверенностью спасибо большое круто а мы можем двигаться дальше да смотрите это были упражнения спасатели у меня которые вот именно про то что вот здесь сейчас быстренько включить и помочь себе раздражен нужно успокоиться чтобы не довести до крика если тебе так страшно а вот 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 выступление или вдруг злосчастный сосед мне нужно быстро включить в процесс мне же интересно что это за соседом ты уже про него говоришь то ты хочешь что-то ему объяснить донести теперь ты говоришь что он злосчастный шучу конечно но ассоциации срабатывают у нас нужно просто так эти примеры придумывать да кто-то вспоминает кого-то там в переходе или бабушкой а следующие три упражнения которые у нас остались я их называю долгоиграющими то есть вы их делаете ежедневно и как накопительная система вы улучшаетесь улучшаетесь каждым днем то есть они вот такого моментального эффекта не дадут но они маленькие помогут вам стать лучше уже через определенный этап это 100 процентов а вот пятое упражнение оно просто мое самое любимое называется ритуалы ух ты давай интересно нет не так не делаем берете листочек ты можешь телефон телефон можно не сейчас окей перед сном ручка и просто 10 ритуалов я так называю 10 действий что помогает вам вернуться в ресурс записать выпить чашку кофе прочесть нет времени вы молодая мама почистить пару строк любимой книги нарисовать услышать услышать любезы и вас уже легче правда напишите потому что в суете вы не вспомните просто напишите 10 упражнений действий как угодно ритуалы и 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 раз чашку кофе выпил, остановился, все, я в ресурсе. Круто, слушай, это очень интересно, потому что я сейчас начинаю думать, у меня на самом деле же очень много таких пунктов, когда я знаю, как вернуть себя в ресурсное состояние, но в нужный момент, когда ты уже не в ресурсном состоянии, тебе даже не хватает сил вспомнить это. Если ты это запишешь, зафиксируешь, ты будешь четко понимать, нужно делать вот это, вот это, вот это. Спасибо, Марина, это было очень круто и полезно. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся. Шестое упражнение. Значит, сделаем его уже в конце дня. Желательно, чтобы не было никаких расторожителей, то есть выручаем свет и готовимся ко сну, например. Давай, попробуем. Давай? Давай. Опирайся. Опирайся. Ой, мне нравится, у Марины индивидуально, она не столько раз она жила в такую бы очень удобную, комфортную позу. Закрывай глаза. Ага. Включай свое слуховое внимание. Ага. Слушай все, что происходит в этой комнате. Постарайся словить каждый звук именно в комнате. То есть, друзья мои, пока Ира ловит каждый звук, вы не слушаете, что внутри вас происходит. Вы не слушаете, что происходит на улице. Вы постарайтесь именно, что происходит в комнате. Это очень важно. Ира сейчас сделает это немножко быстрее. Вы можете проделать это гораздо дольше. Слушаем, что происходит вокруг, в комнате. Дальше переключаемся. Шире, шире делаем внимание. Что происходит на улице. Слушаем. Сейчас у нас сложно это услышать. Но вот у вас в квартире, что происходит на улице. Пытаемся это услышать. Возможно, какие-то звуки машин, любые. Постараемся услышать все звуки. Потом переходим. Переключаем внимание на себя. Переключаем внимание на наше дыхание. Что происходит внутри нас. Как мы дышим. Какие еще звуки у нас есть. Возможно, как еда по кишечнику перемещается. Возможно, как кровь бежит по нашим венам. То есть, пытаемся полностью себя почувствовать. Вот что вы реально сейчас ощущаете. Возможно, какую-то боль физическую. Возможно, эйфорию. Возможно, грусть. Вот все, что вы ощущаете, пытайтесь себе зафиксировать. Снова расширяем круг нашего внимания. Переходим на звуки комнаты. Выключаем себя. Потом переходим на звуки улицы. Опять повторюсь, что мы делаем сейчас немножко быстрее. В домашних условиях, когда у вас есть немного больше времени, этот процесс должен быть немножко дольше. Потому что пока вы переключитесь, пока вы настроитесь на волну комнаты, потом улицы. Не спешите. Делайте как вам комфортно. После улицы переходим опять вовнутрь. Слушаем, что происходит внутри меня, что я по-настоящему чувствую, как мне сейчас, что я ощущаю на физическом и эмоциональном уровне. А так вот делаем два-три захода. Комната, улица, я. Комната, улица, я. Комната, улица, я. Комната, улица, я. Потом мы внимание увеличиваем. Теперь, Ирочка, слушай и себя, и комнату. То есть ты сейчас внимание расширила. Ты слышишь и себя, и параллельно слышишь комнату. Раздвоила. И важно чувствовать вот эту вот границу между собой и внешним миром. Она может быть такой невесомой, легкой. Может где-то быть у вас на кончике пальцев. Или вот это очертание уха, ресницы. Вот просто постарайтесь ощутить вот эту границу, где вот ваше состояние внутреннее. И где состояние уже в звуке комнаты. Отделяйте себя. Хорошо. Открывай глаза. Я сейчас, вот ты пока собираешься с ощущениями. Я сейчас объясню, зачем мы это делали. Часто бывает так, что в спешке, в делах мы рассеиваемся. Вот лично мы рассеиваемся. То есть происходит то, что, когда я спрашиваю людей, как, что ты можешь про себя рассказать, про себя. Мне что рассказывают. Что хорошего сделал в жизни. А как его воспринимают люди. Я говорю, стоп, скажи, что ты чувствуешь сейчас про себя. Какой именно ты. И вот тут вот мы остопоримся. А какие мы остритные волосы. У нас голубые, там, карие глаза. Вот эти моменты мы всегда опускаем. Всегда нужно чувствовать себя в пространстве. Тогда мы не будем рассеиваться. Тогда мы не будем теряться в ситуации. Мы будем ощущать себя. Я. Есть. Я называю это упражнение. Точнее, я. Станиславский. Я. Есть. Есть. Вот так вот. Да. Есть пространство. Ну, во-первых, прям очень интересно. Я хочу сказать большую благодарность. Да. Я не знаю, как сфокусироваться. Но на самом деле, в этот момент я действительно поняла, что я хочу есть. Впервые здесь сегодняшний день. Да. Я услышала, ну, очень интересные какие-то моменты. Как раз возвращение. Да. Я чувствовала, что да, у меня есть желание покушать. И я вспомнила, что я кушала уже давно сегодня. И это круто, потому что я услышала какие-то звуки своего организма, когда там уже кричит-то овалит. Да, ели. Ааа, хватит работа. Один ешь. Интересные были ощущения. Интересные, потому что я где-то почувствовала момент там вот. В общем, я услышала себя. Это прикольно. Не буду рассказать подробно, сколько мне там нашептало моё тело. Это было очень круто и очень полезно. И прям благодарна тебе, потому что вот ты в момент того, что несмотря на то, что ты эфир, несмотря на то, что я слышала, что ты говоришь. И так далее. Мне действительно получилось максимально сконцентрироваться и на себе, и на комнате, и на улице, и дальше, и возвращаться обратно. Конечно, это уже и опыт, потому что это такие тренинги мы проводим. Незаконно. Но вот то, что сегодня приходит, когда ты, ну, инсайд, да, по-другому не можем сказать, какие-то такие интересные мысли, которые приходят в этот момент или осознание, для меня это было очень полезно. Супер. Я так думаю, что у тебя есть ещё какой-то туз в руках. Да, у меня есть вообще такой туз, смачный дневник эмоций. Угу. Обожаю это упражнение. Значит, тоже в конце дня берёте листочек, заходите в дневник, пишите четыре себе столбика. Угу. Первый столбик. Вот прямо сейчас записывайте. Описание ситуации. Угу. Второй. Мысли, которые приходят в этот момент. Угу. Да, да. Потому что вот бывает такое, что мы не контролируем свои эмоции. Берем из угла в угол, и в итоге мы теряемся. Мы не понимаем, как нам их контролировать. А вот такое вот записывание эмоций ежедневно помогает нам их понимать, помогает нам не выгорать. Я записывала буквально две-три самые яркие эмоциональные ситуации, которые у нас получались. А, они всплывают это? Да, всплывают. Что яркого было сегодня, что меня эмоционально добивало и наоборот было освещать. Например, давайте вот пример. Да? Описание. Ситуация. Качаю ребёнка целый час, ребёнок не засыпает. Угу. Дальше. Мысли, которые приходят в голову. Что ей так сделано? Почему она опять не спит? Что... Может быть, я как-то неправильно качаю. Вот все, все... Что то, я просто мать. Да, да, да. Третье. Эмоции. Буквально две-три, не больше. Две-три хватит. Конечно же, это раздражение и злость. Я записываю, как есть. А я раздражаюсь, потому что мне не получается. Может быть, ребёнка я не вызвлюсь опять, у меня как... Да. У меня это злит. И выводы. Это три вопроса. О чём говорят эти мои сейчас эмоции и как я могу это изменить. Угу. То есть, вы пишете, о чём говорят эти эмоции. Раздражение и злость. Почему эта ситуация со мной сейчас случилась и что я могу с этим сделать. Вот прям отвечаете. О чём говорят, почему со мной это случилось и что я могу с этим сделать. Круто. И записывайте потом, когда вы эти выводы напишите, по этим трём вопросам, ответы напишите, записывайте дальше. Какие эмоции я бы хотела ощущать и как мне этого добиться. Блин, ну это вообще прям очень круто. Это очень круто, потому что ситуации повторяются, ситуации всегда будут изо дня в день повторяться. и вы, чтобы не теряться, просто видите в дневнике, что как бы я хотела себя ощущать и как мне этого добиться. Вы это делаете, в итоге эту ситуацию вы проживаете и эта эмоция к вам уже не возвращается. Вы живёте с той эмоцией, с которой вам реально комфортно. Слушай, Марина, это очень ценно то, что ты говоришь. Но я в копиточку взяла себе очень интересные вещи. Я скажу, что для меня час пролетел просто незаметно. У меня заканчивается индивидуальное занятие с непроизводённой Мариной Ремневой, которая нашла время, несмотря на что молодая мама, прийти сюда и вот сделать это замечательное со мной индивидуальное занятие. Я точно могу сказать, я отдохнула, работая с тобой индивидуально, я действительно наполнилась и отдохнула. Мне получилось расслабиться и отдохнуть. Ребята, огромное спасибо, кто был с нами. Спасибо огромное. И я напоминаю вам, что сейчас замечательная пора работы индивидуально с нашими режиссёрами. Пока есть такая возможность. Ставьте плюсики, кому это интересно, звоните, стучите, находите нас и вам кураторы обязательно расскажут, каким образом можно поработать с нашими режиссёрами, непосредственно с Мариной. Может быть, среди наших зрителей есть мамы молодые, которые хотят получить ещё больше каких-то инструментов. Поэтому ставим плюсики, кому это было полезно и интересно заниматься индивидуальным актёрским мастерством. Это первое. И второе. Я завтра вас жду. Точнее, завтра у вас сюрприз. Эфира не будет, но будет очень важное видео в это же время. Смотрите за анонсами. Будет видео. Завтра у вас встреча состоится с Викторией Монори. Это будет очень крутое индивидуальное занятие, которое провели мы с ней в скайпе. Вот. Ждите, не пропустите. Это очень круто. До новых встреч. Спасибо вам огромное. Мариша. Спасибо тебе. Можно я тебе помогу? Спасибо тебе огромное. Да. Ладно. Ребята, пожалуйста. Плюсики ставим. До встречи. До встречи. Да пребудьте с нами с флэш. До встречи. Пока. Пока. Спасибо тебе. У нее реально прям хорошо. Да. Молодец. Молодец. Я не заметила, как часто прилетела, что было очень продуктивно для меня. Как-то так будет хорошо у меня. Спасибо большое. Я приду к тебе еще. Мне пришли еще какие-то фишечки по поводу...